Добрый день! С новостями к этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Трехмесячный ребенок погиб в жутком ДТП в Кустанайе. Что стало причиной трагедии? Крупная авария на шахте в Караганде. Сколько горняков остаются под землей и какова ситуация к данному часу? Определено место под строительство первой атомной электростанции. Подробности в выпуске. Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Кустанайе. По данным МВД, авария произошла этой ночью. 22-летний водитель ВАЗ при повороте налево не уступил Тойота Камри, после чего последний столкнулся с Вольфсваген Гольф. В результате происшествия пострадали водитель авто марки Тойота и пассажир. В машине также находился трехмесячный ребенок, который погиб от полученных травм. В отношении водителя ВАЗ избирается мера пресечения. Вымогал 2 миллиона тенге. Житель Тимиртау избил своего знакомого и завладел крупной суммой. Об этом заявлении написал пострадавший, который обратился в полицию. Подозреваемого долго искать не пришлось. Его задержали бойцы Орлана. В доме 28-летнего мужчины обнаружены кастет и пневматический пистолет. Сам он водворен ВВС. Начато расследование по статье «Вымогательство». В Карагандинской области пятеро горняков все еще остаются в шахте «Казахстанская», где загорелась конвейерная лента. По данным прислужбы Арселор Миттл Тимиртау, авария на добывающем объекте произошла сегодня утром. В этот момент под землей находились 227 человек. На поверхность шахтеров эвакуируют через фланговый ствол. По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль и кашель. Четверых из них госпитализировали. В правительстве определили место под строительство первой атомной электростанции. Как сообщили в Минэнерго, в качестве наиболее предпочтительного района выбрана территория села Улькен Жамбулского района Алматинской области. Отмечается, что по закону решение о возведении ядерных установок принимается при согласии местных представительных органов. В связи с этим 22 августа областной Акимат планирует провести общественные слушания. На встрече власти хотят обсудить проект с жителями Жамбулского района и узнать их мнение. Ускорить реализацию проекта в сфере энергетики в Магисталской области потребовал премьер-министр Альхан Смаила. Сегодня на совещании в правительстве обсудили вопросы повышения стабильности электроснабжения западного региона. Отмечается, что строительство новых электросетевых объектов позволит обеспечить регион бесперебойным электричеством. Сейчас в Магисталской области запускаются газовые станции и возводятся гибридные станции на основе возобновляемых источников энергии. В Алматы в сквере Северный восстановили исторический фонтан «Тысяча струй». Как сообщили в Управлении экологии окружающей среды, на территории объекта установили чугунные опоры и светильники отечественного производства. Также было восстановлено и гранитное покрытие фонтана. По словам специалистов, фонтан станет одной из ярчайших достопримечательностей мегаполиса. В проекте были предусмотрены восстановление и реконструкция самого фонтана «Тысяча струй». Также была дополнительная установка скамейки, урны, опоры наружного освещения, автополив. Также озеленение по территории сквера. Трое алматинских братьев более четверти века посвятили изготовлению казахского народного музыкального инструмента «Домбры». Мастера своего дела изготовили свыше пяти тысяч кобезов, шартеров, жетегена и домбры. Сегодня на их инструментах играют во многих уголках Казахстана. Аида Имманали встретилась с сумельцами. Здесь рождается настоящая домбра. Крайне важные звучания отмечают сами изготовители. Чтобы инструмент передавал все нюансы богатейшей палитры звуков, каждая деталь должна быть тщательно отшлифована и подогнана. Мастер Мирбек Дельманов с детства наблюдал за работой отца, который занимался ремеслом. Говорит, что тогда-то и вдохновился создавать инструменты. Но в правильности своего решения он убедился в 1983-м, когда приехал в Алматы и отучился на мастера по изготовлению музыкальных инструментов. За все время он изготовил более двух тысяч видов жетегена, кобыза и домбры. Мы мастера по наследству. Отец нас многому научил. Его дело продолжил ушедший из жизни мой брат Сапарбек Дельманов. Сейчас, чтобы продолжить семейное дело, мы возглавили мастерскую. Говорят, истинный казах не сам казах, а его домбра. Поэтому мы стараемся делать качественные инструменты. Работа в мастерской кипит. Здесь трудятся от стар до млад. Как отмечает мастер Дюсенбек Дельманов, рождение домбры начинается с подбора дерева и его подготовки. Сам корпус делают из березы, карагача и акации. Деку из алаталских ели. А накладку, подставку и головку из бука. Вместе с мастерская в среднем выпускает по 350-400 инструментов. Обучаем тех, кто приходит с училищ. К нам приходят работники от 18 лет, также работают и пенсионеры. У меня, как и у братьев, большой долг перед нацией. Мы хотим развивать многовековую историю изготовления музыкальных инструментов и служить популяризацией национального наследия среди молодежи. Мастерская работает на протяжении более 30 лет. Здесь же у них есть музей, где выставлены более 40 видов музыкальных инструментов. Аида Емман Али, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова